Московский районный суд города Твери. Здесь решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине, задержанному накануне сотрудниками уголовного розыска. Здравствуйте. Скажите, что вы задержали? Не знаю. Сейчас узнаем. Вы из другого региона? Это тоже сейчас узнаем. По данным уголовного розыска, в Тверь мужчину доставили из Калининграда. Чтобы задержать этого человека, потребовался целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Тесное взаимодействие тверских сыщиков с коллегами из Калининградской области. А началось всё с заявления в полицию 26-летнего жителя столицы Верхневолжья. На одном из сайтов он подал объявление о покупке телефона. Нашёлся продавец. Покупатель перевёл деньги, но товара не дождался. И связь с продавцом прервалась. Обманутый человек обратился в полицию. Как выяснилось, 30-летний безработный подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. По версии оперативников, задержанный может быть причастен к не менее чем 10 фактам мошенничества, совершённым в других регионах России. Суд выбрал в отношении задержанного меропресечения в виде заключения под стражу. Ещё раз напоминаем, будьте бдительны, мошенники стали намного активнее в период пандемии. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении уже осуждённого в 2018 году мужчины. На сей раз осуждённый обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Предварительным следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый был признан так называемым вором в законе. Осуждённый в 2018 году он был направлен для отбывания наказания в Бежицкую исправительную колонию, где, придерживаясь своего криминального статуса, 789 раз нарушил установленные правила внутреннего распорядка. За нарушение выдворялся в карцер и ШИЗО. Кроме того, в октябре 2019 года обвиняемый совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии. Раскрытие преступления представляло особую сложность в расследовании, вызванную отсутствием соответствующей судебной практики, так как Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии» только в апреле 2019 года. Раскрытие преступления представляло особую сложность в расследовании, вызванную отсутствием соответствующей судебной практики, так как Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 210 прим. 1 Уголовного кодекса только в апреле 2019 года. Следователем Следственного комитета допрошено более 30 свидетелей, в том числе проживающих в других регионах России. Проведен ряд судебных экспертиз. Необходимо отметить, что это первый факт, выявленный на территории Тверского региона. Ранее уголовные дела этой категории не расследовались. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу в отношении обвиняемого утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Субтитры делал DimaTorzok